С первых дней возникновения стихийного бедствия Ассамблея народа Казахстана проводит активную и слаженную работу. Все это является живым олицетворением сплоченности и взаимопомощи граждан. Об этом глава государства говорил во время 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, которая состоялась 25 апреля. Чтобы совершить рывок в развитии, предстоит решить много проблем, которые копились десятилетиями. Только общими усилиями мы сможем заложить надежный фундамент будущих свершений, осуществить кардинальные изменения в политике, экономике, культуре, социуме. Наша главная миссия – созидать, строить, творить. Единство и солидарность всегда были и будут нашими главными ценностями и неизменным ориентиром всей государственной политики. Независимость и патриотизм, единство и солидарность, справедливость и ответственность, законный порядок, трудолюбие и профессионализм, созидание и новаторство. Данные ценности, по мнению президента нашей страны, задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах – от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность. С ними в полной мере согласуются и принципы деятельности Ассамблеи народа Казахстана. Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к родине, патриотизме, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальные значения имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе. Мир и согласие в обществе поддерживают члены этнокультурных объединений. В День единства народа Казахстана они поздравили жителей региона с праздником, который символизирует мир и гармонию. От имени Азербайджанского культурного центра Североказахстанской области лично от себя поздравляю казахстанский народ с Днем единства народа Казахстана. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, единства мира и дружбы. Пусть просветает наш общий дом Республика Казахстан. Мир, дружба, добро, уважение. Эти слова звучат на разных наречиях, по-разному. Но когда мы их произносим, то понимаем, что они самые важные в нашей жизни. Народы, как одна семья, хотя язык их разный. Все дочери и сыновья моей страны прекрасны. С праздником! Национальная толерантность, почтение к традициям прошлого и разным культурам, владение государственным и другими языками. По мнению президента, это характерные черты граждан Казахстана. Позицию главы государства в нашей стране разделяют представители разных поколений. 1 мая североказахстанцы говорили друг другу теплые слова. Я всех поздравляю с этим великим праздником в каждом доме, в каждой семье благополучия, счастья. Дай Бог нам этот великий праздник встретит в согласии, уважении друг к другу. Тарья Пашминцева, МТРК